Всем привет! Перед вами модель аэростатического подшипника. И главная деталь здесь действительно из дерева. И принципиально срок службы такого подшипника практически не ограничен, так как трение здесь происходит только о воздухе. Теперь несколько слов о принципе работы таких подшипников. У нас есть корпус с трубкой подачи с сжатого воздуха. В середине есть трубка с множеством маленьких отверстий, а уже внутри нее располагается сам вал. Сейчас он просто лежит внизу под действием силы тяжести. И вот мы подаем сжатый воздух. Под валом давление повышается и он подымается на воздушной подушке до тех пор, пока силы действующие на него не уравновесятся, то есть немного ниже центра. При этом механический контакт с опорой исчезает и вал может вращаться без износа и насколько угодно в больших оборотах. Физический предел несущей способности такого подшипника равен значению избыточного давления воздуха. Например, если давление 10 атмосфер, то 1 квадратный сантиметр поверхности может удержать не более 10 килограмм нагрузки. Принцип простой, а вот техническая реализация не очень. Чтобы подшипник работал хорошо и расходовал меньше сжатого воздуха, нужно увеличивать количество отверстий, а их размеры наоборот уменьшать. Да и зазор между валом и цапфой должен быть минимальным. В самых продвинутых образцах микроотверстия диаметром в несколько сотых миллиметров делают лазером. Ну или еще можно использовать вкладыши из пористых материалов. Эффект получается такой же. Равномерное распределение давления по поверхности. И вот я подумал, почему бы не использовать для этих целей структуру дерева. Ведь сок как-то попадает от корней до самых верхних веток, двигаясь вдоль волокон древесины. А воздуху должно быть еще легче. Кстати, воздух не обязательно подавать по всей окружности вала. Можно обойтись, например, тремя сегментами. Вот такой сегмент я и попробую сделать для проверки. Все по-быстрому. Кусочек трубы. Кусочек термообработанной сосны. Делаем дно и трубку подать из сжатого воздуха. Деревянный вкладыш крепим на пресс-шайбы. И все промазываем герметиком. Правда, под рукой оказался только акриловый. Поэтому большого давления такой подшипник не выдержит. Но для попробовать пойдет. Во вкладыше нужно сделать впадину, четко подходящую куалу. Без чипового станка никуда. Предварительно выравниваем плоскость. Для самой впадины понадобится фреза с шариком на кончике. Субтитры создавал DimaTorzok В качестве вала направляющая для ЧПУ станков диаметром 20 мм. Становится очень плотно. Думаю, можно обойтись без дополнительной подгонки. Трение между вкладышем и валом довольно большое. Рука скользит по металлу, но вал в подшипнике не проворачивается. Время было уже позднее, но я все-таки подключил подшипник к компрессору. И вот первые признаки работоспособности. Трение уменьшается и вал стремится съехать вниз. Ведь у любой поверхности всегда есть наклон. Пробую прокручивать, и видно, что трение сильно уменьшилось. Но нужно как-то ограничить движение вала вдоль оси. Ну и прежде чем продолжить, покажу вам наглядно, как воздух проходит сквозь дерево. Избыточное давление небольшое, около 20 тысяч паскалей. Человек может дуть с давлением примерно 10 тысяч паскалей. При этом воздух спокойно проходит вдоль волокон. Хотя, конечно, поперек волокон воздухопроницаемость будет гораздо меньше. Проблему со сползанием вала решил установкой двух магнитов на отталкивание. Все работает, и вал после легкого толчка еще долго продолжает крутиться. Ну и немножко измерений. Хотя такая модель не очень хорошо для этого подходит, да и времени у меня было мало. Но все равно довольно показательно. Индикатор показывает, насколько взлетает вал на воздушной подушке. Подаю давление, и вал поднимается на 4 сотки. Пробую придавить, и видно, что после снятия нагрузки вал опять взлетает. После перекрытия крана вал ложится на опору. Добавляю еще давление, и теперь вал взлетает на 7 соток. В схеме с несколькими сегментами по кругу, конечно, такого не будет. Вал просто встанет по центру, и зазор там можно сделать в 2-3 сотки. А с повышением давления просто будет увеличиваться жесткость подшипника. С большим усилием, но мне все-таки удается посадить вал на опору. Добавим еще давление. Вал поднялся на 16 соток, и, как я не пытался, одним пальцем посадить вал у меня не получилось. Вес самого вала – 212 грамм. Ну, а пальцем я могу зашкалить 5-килограммовые весы. Давление в последнем случае было всего 1,5 атмосферы. Физический предел несущей способности для подшипника с такой площадью – примерно 7,5-8 килограмм. А у меня получилось явно больше 5 килограмм. К сожалению, акриловый герметик не дал больше увеличить давление. Начались большие утечки мимо вкладыша, но если сделать эту же модель более качественно и подать туда, например, 8 атмосфер, то она смогла бы удержать уже больше 26 килограмм. Можно сделать вывод, что аэростатические подшипники со вкладышами из дерева, на удивление, вполне работоспособны. Особенно в высокооборотистых механизмах, таких как шпиндели или маленькие турбины. Кому интересны такие опыты, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok